Слишком хорошо затянул болт в прошлый раз и вот теперь выкрутить его уже никак не получается. Неправильный поворот отвертки стал причиной зализывания граней. А может метис был загублен коррозией, которая все это время исправно росла на нем на протяжении долгих месяцев. Решить проблему можно быстро и изящно, даже с минимальным набором инструментов, причем разными способами. 1. Использовать экстрактор самым правильным решением в случае столкновения с зализанным болтом будет использование специального инструмента экстрактора. Они бывают разных видов и моделей, но как правило состоят из двух приспособлений. С помощью первого подготавливается каналец для захвата, с помощью второго осуществляется выкручивание метиза. Также существуют экстракторы болтов для шуруповертов, которые просто вставляются вместо рабочей биты. 2. Использовать резинку не самый эффективный, но все-таки достаточно действенный способ, который следует держать в голове на всякий случай. Если положить на шляпку зализанного болта резинку и попытаться выкрутить его при помощи обычной крестовой отвертки, то все может получиться лучше, некуда. Правда, данный способ едва ли сработает при работе с заржавевшими метизами. Кроме того, не следует использовать слишком толстую резинку. 3. Сточить грани, если позволяет конструкции детали, то можно попытаться сточить выступающую шляпку болта так, чтобы получилось две параллельные, длинные и ровные стороны. Использовать для этого можно как болгарку с соответствующей насадкой, так и обычный напильник. Суть метода в том, чтобы придать шляпке такую форму, которая позволит впоследствии ухватиться за нее губами пассатижей или клещей. 4. Проточить каналец, если шляпку болта или шурупа сточить нельзя, то можно попытаться проделать канал под плоский шлиц отвертки или соответствующую биту шуруповерта в самой шляпке. Сделать это можно несколькими способами, при помощи болгарки, при помощи ударов через открытку, при помощи небольшого долота. Правда, данный метод скорее всего не сработает при серьезном разрушении граней. 5. Использовать ударную отвертку или шуруповерт. Наконец, для выкручивания закишек и зализанных болтов можно использовать ударную отвертку. Если грани в шапке уже были сорваны, то сначала придется окончательно расточить их при помощи сверла по металлу с диаметром, который будет соответствовать диаметру плоского шлица ударной отвертки. В дальнейшем инструмент вставляется в отверстие, после чего совершаются аккуратные удары молоточком в сторону откручивания метеза. Если ударной отвертки в хозяйстве нет, то в качестве эрзации инструмента можно попытаться использовать обычный шуруповерт с битой с прямым шлицем, переведенный в ударный режим. Продолжение следует...